Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показываю этого по дому. И сегодня речь пойдет об Аскари Уайльде, о кентервильском привидении. Ну, на самом деле, конечно, это всем известная книга. Я о ней уже рассказывал. И сегодняшний наш настоящий герой – это блестящий иллюстратор, современный художник Анастасия Секелинда. Я хотел бы сказать, что вот редко какие иллюстрации так ложатся на душу и приходятся, как мне кажется, уместными к классическому произведению, как вот эта работа. Ну, в общем, Секелинда достаточно известный иллюстратор, современный. Она, может быть, и не лауреат пока что всех премий, но явно заслуживает, по крайней мере, работу о 52-горцовом ките. Это кит, поющий на уникальной частоте, которую не слышат другие киты. Самый одинокий кит в мире, как его называют. Ну, словом, она очень много чего иллюстрировала. Вконтакте есть сообщество, можете посмотреть. А вот эта книга, вышедшая в издательство «Метаморфозы», это работа в жанре стилизации под готику. И стилизация здесь в самом высоком, похвальном смысле слова. Потому что здесь нет никакой декоративности. Все, что вы видите, это готика такая, какая она есть. Светская, разумеется, готика. Потому что то, что мы чаще всего подразумеваем под готикой, да, это пламенеющая готика соборов церковных, да, или вообще романский стиль, условно говоря. Потому что в чистом виде готика выглядит немножко по-другому. Ну, нам вообще сложно судить, я имею в виду, русскоязычным читателям, которые утруждают себя размышлениями о стилистике архитектуры и декоративно-прикладного творчества. Потому что наша каменная светская архитектура соответствующих времен практически не дошла до наших дней. То есть во Владимире есть палата Андрея Боголюбского, это чуть ли не единственный представитель. Ну, там есть вот кусочки, где их палат сохранился, да, с лесенкой, где его убили, значит, несчастного князя. Вот, ну, не такого уж несчастного, ну, так далее. Словом, мы готику исключительно по образцам художественного творчества, да, воспринимаем. И вот здесь у нас художник великолепно играет на сюжете. Мы с вами так и не увидим в подробностях тот самый Кентервильский замок. Но мы по кусочкам, по отдельным его деталям, потому что здесь все не случайно. Здесь все заставочки, все виньеточки, они все служат, значит, декору, да, все как бы обрамляют главное. А главное, это у нас, конечно, персонажи, само привидение, да, и его эволюция эмоциональная. Ну, эволюция эмоциональной девочки, да, близнецов, значит, с их подушками и грогатками и так далее. Смотрите, если вы когда-то были в Эрмитаже, да, то обратите внимание, в какой именно зале висят у нас работы Леонарда. Вот просто посмотрите, как украшен золото. Это нечто сумасшедшее, невероятное, да, по отделке, по богатству, по, значит, и причем это именно гармоническое целое, да, вот. Но шедевр еще более великолепен, да, и сама картина, она, собственно говоря, затмевает вот это все великолепие. Вот здесь у нас есть работа, где четко противопоставлен мир той самой готики, да, все-таки история Леонарда воспринимается нам исключительно как юмористическая. И в 1887 году она воспринималась как сатира на готический роман и на викторианскую Англию, если угодно, да, с ее почтением ко всем этим, значит, милордам, миледи, да, и, значит, их традициям. Вот, но вот понимаете в чем дело? История о незадачливом фамильном привидении, она многообразно отразилась в литературе. Самое известное ее отражение, конечно, собака Баскеролей, и там уже точно никакой юмористики нету, вот, за исключением нашей экранизации, потому что здесь у нас есть, например, сцена прекрасного, значит, обеда, да, американского посла, да, где так и мерещится, вот художник не намекает на это, это моя вольная интерпретация, так и мерещатся слова, значит, Адабашьяна Беррибора «Овсянка, сэр». Вот, посмотрите на этот медальон и на остальные медальоны. Здесь они заслуживают отдельного внимания, они, некоторые из них, что овальные, что круглые, стоят целой полостной иллюстрации. Там столько деталей, там столько выразительности. Прекрасен совершенно медальон, в котором, значит, посол и близнецы целятся в привидение. Посол из револьвера, разумеется, Смит энд Бессон какой-нибудь американский, да, вот, близнецы из рогаток, да, они, их движение вылетает за рамки медальона, да, так не делается обычно, и это очень четко передает напряжение сцены, да. Конечно, это современные иллюстрации, конечно, это никакая не стилизация в том смысле, что произвольное копирование, да, каких-то, значит, более-менее, там, уместно совмещенных фрагментов. Ни в коем случае. Это оригинальнейшая работа, потому что вот так вот изобразить сцену чайпития, да, помните, сцена очень многосоставная, да, тут у нас есть и знаменитое пятно, найдите его, да, вот, а тут у нас есть и главные герои, и, значит, удар грома, помним, значит, при котором падает в оборок служанка, и английский посол в качестве, в смысле, американский посол наш в качестве средства, значит, против этой беды предлагает вычитать время оборока из жалования служанки. Буквально 2-3 секунды, и она приходит в себя. Вот это вот, это, конечно, конечно, сатирическая книга, но, еще раз говорю, сцена многосоставная, однако здесь мы ее видим сквозь оконный переплет с точки зрения летящего ворона. Это такая, друзья мои, это такой модерн, да, который, конечно, и не снился иллюстратором 19 века. Вот, и ракурс, и перспектива, соответствующая ракурсу, и, значит, подача, да, сцена, которая наполнена торжественностью английского обеда, да, или чайпития, да, церемониальной, да, она превращена в полное движение, значит, и полное зловище. Это вот просто один конкретный пример работы художника, да, как художник творчески преобразует сюжет. Вот, значит, у нас тот самый пятновыводитель Пинкертона, карандашик такой замечательный, который столько неприятностей доставил привидению. Теперь давайте обратимся к персонажам. У нас, значит, здесь очень хороший и сам, значит, глава семейства, очень выразительное привидение. Прекрасный Эдгароповский, ну, да простят мне такой эпитет, да, прекрасный взятый, словно, со страницы Эдгаропова мертвый кот, который, кстати, обратите внимание, на последние иллюстрации оживает. Там уже милый, вполне себе живой, симпатичный котяра. Ну что ж, у кошек 9 жизней, если расцвело старое миндальное дерево, то по воле художника и кот тоже может обрести вторую жизнь. Вот скучающий призрак, значит, своей башни, да, значит, заперся от мира. Разумеется, там есть башня, ведь понимаете, в чем скрытое обаяние такой готической атмосферы. Вот еще одна, значит, один пример такого неявного, не бросающегося в глаза, но очень тонкого юмора художника. Посмотрите, рухнувшие рыцарские доспехи, да, и вот эта вот нога нелепо, ну, разумеется, доспех, да, ножной, да, а поножи и, значит, металлическая, не знаю, обувь, да, рыцарская. Вот она так торчит из медальона, да, нелепо. Это, конечно, да, вот такой юмор художника, который не каждый сможет оценить, но, по-моему, это блистательно, да, вот. Вот воздевает руки свои костяные привидения, значит, и мыши, мыши обязательно. И вот те самые целящиеся, значит, герои, да, вот и посмотрите, как они вылезают из медальончика тоже. Это, вот, по-моему, очень здорово, да, придумано, и все остальное, и так далее. Эти иллюстрации принято называть атмосферными, но дело не в атмосфере. Допустить туману может каждый. Вы попробуйте сделать это так, чтобы у нас здесь настоящий сюжет выстраивался. Посмотрите, ведь, как бы, это от живой жизни с замком, пусть уже и выглядящим как заброшка классическая, да, вот, значит, совы летят на кладбище, да, словно перекидывая мостик между мирами, да, тем и этим. В общем, это можно по-разному интерпретировать, но в конце, когда, значит, наше привидение уже, вот, он тоже обходит владение, да, видит портреты, да, вот, когда, значит, находит его тайное убежище, когда происходит перезахоронение на освященной земле, мы видим уже совсем другого призрака, посмотрите, да, вот, которого очень жалко, которому очень сочувствуешь. И только адский кот, да, прищурил один глаз и абсолютно равнодушен к этой трогательнейшей сцене. Друзья мои, вот вся прелесть этих готических историй в том, что на самом деле мы очень хотели бы, значит, жить в этой атмосфере. Немножко, может быть, на каникулах, может быть, где-то в качестве, там, поездного поместья, да, мы с вами не лорды, да, но тем не менее, с обязательным тайным комнатам, с тайной комнатой, значит, с тайной лестницей, с мрачными секретами этого замка, с его историей, с фамильными портретами на стенах, пусть даже и не нашими, да, вот такие. Это преследует просто вот, на самом деле это мечта, да, а ужасы и, значит, неприятности, связанные с этим, пусть достанутся кому-то другому, да. И еще, конечно же, спасибо огромное автору иллюстрации за это, там есть великолепная библиотека. Это самое главное место в любом доме, для меня, разумеется, и то, что именно там у нас оживший котик, и то, что именно там, значит, изображена последняя наша встреча с героями, вот, фактически, вот. Ну, а это уже не встреча, да, это уже прощание, прощание с призраком. Смотрите, как очаровательно изображена вот эта вот сельская могильная история, да, вот она здесь. Словом, это одно из лучших, на мой взгляд, изданий кентервельского привидения на русском языке. Даже учитывая то, что иллюстрировала ни много ни мало, например, Ника Гольц, да, кентервельское привидение, всей душой люблю ее иллюстрации, ее стиль узнаваем в любой работе, да, но вот здесь, вот, мне кажется, найдены какие-то нюансы, которые просто невозможно ни оценить, ни восхититься. Читайте, наслаждайтесь, спасибо за внимание.